Мир вам! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Политический вечер». С вами я, Владимир Воля, политолог, политический обозреватель 17 канала. И у нас сегодня в студии гостья Наталья Белоус, тоже политолог. И сегодня мы обсудим, в общем-то, несколько интересных аспектов, связанных с событиями, с жаркой работой сегодня в парламенте, поездкой президента во Львов. Ну и, кроме того, еще ряд событий, которые можно вынести в блиц и, по крайней мере, обозначить хотя бы кратко. Оригинальные интересные события и, в общем-то, даже символизм парламентских сегодняшних решений в сравнении с этими событиями, несколько смотрится даже бледновато. О чем речь? Вот сегодня появилась информация о том, что корпорация BBC ответила нашим украинским гражданам по поводу того, что, почему, мол, корпорация BBC называет войну на Донбассе гражданской войной. Вот один из бывших журналистов BBC написал жалобу, Александр Северин, и корпорация BBC ответила, «Мы понимаем, что вы считаете несоответствующим использованием термина гражданская война для характеристики ситуации в Украине в статье «Украинский кризис», «Янукович» и так далее, и тому подобное». И дальше отмечает издание «Нет общепринятого определения фразы или того, когда следует это определение гражданская война использовать». То есть нет четкого определения, в какой точке развития событий внутренний конфликт становится гражданской войной. Тем не менее, боевые действия украинцев против украинцев за будущее своей страны являются довольно масштабными, чтобы оправданным считать использование термина «гражданская война». Вот так, в общем-то. Если говорить об определениях и доказательствах того, чем являются события на Донбассе, мы неоднократно эту тему поднимали в программе «Версии» с Алексеем Кутеповым и в программе «Клуб аналитики». Так вот, как раз масштаб участия украинцев в войне против правительственных сил, граждан Украины, жителей Донбасса, возможно является одним из основных критериев, почему данные события можно и нужно считать гражданской войной. Кроме того, мы имеем признаки политического противостояния с использованием тех же актов и взрывных устройств. В Одессе было взорвано кафе, заведение общественного питания, кафе у Ангеловых. И, как оказалось, в этом заведении выпекали пирожные, которые называются «Визитка Яроша». То есть, здесь мы видим признаки действий граждан Украины, вероятнее всего, против граждан Украины, которые придерживаются противоположных политических взглядов. И, возвращаясь к делам предвыборным, вчера, сегодня появились сообщения о том, что лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сделал заявление, заявление в котором, а, собственно говоря, мы сейчас его проиллюстрируем с помощью видео. ...значительно продвинуть реализацию комплекса мер, предложенного нормандской четверкой. Прекрасно понимая, что минские договоренности находятся под угрозой срыва именно со стороны Украины. Прекрасно понимая, что единственный способ решить конфликт мирным путем – это все-таки минские встречи. Беря инициативу в свои руки, хочу сказать следующее. Было принято мною решение и издан указ о проведении, согласно минским договоренностям, 18 октября выборы в органы местного сопротивления самоуправления. Предлагаю представителям ОБСЕ участвовать в мониторинге этих выборов, в контроле, в котором они будут происходить, то есть в процессе это контролировать. Приглашаю любые другие международные организации. В Донецке сейчас находятся делегации из ЛНР. Представители Луганской республики планируют обсудить проведение таких же выборов у себя в тот же день, что и в ДНР. Между тем, буквально накануне президент Украины заявил, что готов внести в парламент проект поправок в Конституцию, тех самых, которых, согласно минским договоренностям, должен быть прописан особый статус Донецкой и Луганской областей. Однако, как признал сам Порошенко, именно этого особого статуса в поправках нет. А некоторые депутаты Рада, ознакомившись с предложениями главы государства, уже назвали их сменой вывесок. Вот как раз суть вопроса, мотивация, которая видится лидерам сепаратистов, изложена. И, как бы, дополняя увиденное, услышанное выборы, некоторые издания отметили по украинскому законодательству. А Захарченко сказал, что по тем законам, которые разработали в ДНР и предложили в трехстороннюю контактную группу. То есть законы о выборах на этой территории, изменения в Конституцию. Так вот, как вы думаете, что это было? Это игра или действительно попытка реализовать минские договоренности? Или это просто политический такой укол в сторону украинской власти? Здравствуйте, на мой взгляд, это больше напоминает действительно какую-то пародию на украинское законодательство. Если посудить, во-первых, ДНР, ЛНР это террористы, и они нигде в мире не есть признанным государством. То есть это фактически бандиты, и с ними переговоры вести довольно сложно. Хорошо, почему тогда ведут переговоры в трехсторонней контактной группе и участвуют в этом косвенно Штайнмайер, Фабиус, министры иностранных дел Германии и Франции? Значит, кому-то это выгодно. То есть, если бы это не выгодно было, их бы не приглашали. На мой взгляд, такие выборы, это более псевдовыборы, так можно сказать, как референдум в Крыму, тоже считался референдум, но мы знаем, он был сфальсифицирован. То же самое будет с этими выборами. Там людям скажут, мы вам есть не дам, если вы не пойдете, не проголосуете, так и надо. Так-то не будет никто говорить, что мы вам не будем ездовать. Ну вот Захарченко выступает, говорит, наблюдатели ОБСЕ пускай приезжают. Хотя, напомню, да, Леонид Кучма по этому поводу высказывал упрек тому же министру иностранных дел Германии Штайнмайеру в Европе, что, мол, какие выборы, кто туда из наблюдателей приедет. Тут Захарченко говорит, мы наблюдателей приглашаем ОБСЕ, давайте. На это больше напоминает какую-то клоунаду, но если они, представители ОБСЕ, хотят туда поехать, пускай поедут, посмотрят, что на самом деле там происходит. Мне кажется, что это больше напоминает то, что украинская власть будет 25 октября проводить местные выборы. И это, можно сказать, действительно как укола, что у вас будут выборы и, значит, у нас будут, что как бы вы ни говорили, что мы не государство, а мы все равно считаем себя государством. Это просто какой-то фокус, не более того. Ну, фокус-то фокус. То есть, да, получается, что в Украине выборы 25 октября, официально, да, как бы дата называется, а тут за неделю до того, 18 октября. Вместе с тем, если говорить о политической игре, то что мы видим, почему Хайдита Левини ушла из контактной группы? Потому что она устала от этих сторон, которые чего-то где-то тамут, им чего-то не хватает, друг друга обвиняют в том, что они не соблюдают. Кстати, вот в связи с этими выборами в России считают и ДНРовцы, что это наша украинская власть не выполняет договоренности. А вот президент Порошенко сказал, что результаты этих выборов будут иметь катастрофические последствия, поскольку они разрушают минский процесс и разрушает минский процесс Россия. Так вот, за неделю до дата, за неделю до выборов местных, которые будут в Украине, но тем не менее, не такая, не попытка ли это на самом деле обвинить Украину в сравнении минских договоренностей, показать Западу, что это так? Конечно, это специально делается, чтобы показать, украинская сторона, они выполняют минские соглашения, какие они плохие, и в свою очередь намекнуть Западу, что нечего больше и финансировать, помогать другим способам, что если они не хотят таким способом, мирным договориться, значит мы проведем выборы и еще больше покажем, что Порошенко не способен держать Украину единой страной. А способен? Нет, возникает большой вопрос. Мы каждый день видим, что ситуация ухудшается и ничего положительного нет. Но тем не менее, почему? Закон о полиции сегодня приняли. Я, допустим, хотя и критикую министра Арсена Авакова, но вот я искренне, допустим, желаю ему успеха в этом начинании. Я, Казгуладзе, тоже замминистра, чтобы у них это получилось. Все-таки не все так плохо, какие-то все-таки подвижки происходят. Но это же не просто критика идет, а объективно мы смотрим по их действиям и видим, что очень редко что-то происходит. На самом деле это просто имитация точечных каких-то решений. Что-то там сделали, чтобы не говорили, вот власть избрали, она такая плохая, ничего не делает. Но нам надо всю систему менять. Мне очень не верится, что так мы быстро изменим милицию. Названия как бы не меняли, законы какие бы не применяли бы в жизни, но все равно надо саму систему менять. Бумажки и персоны ничего не дадут. Для того, чтобы изменения были, кто-то из блока Петра Порошенко сказал, что результат от реформ мы сможем ощутить не ранее, чем через год-полтора. Да, вот менять систему, менять систему. Вот смотрите, кто будет подавать в отставку, отставили кого сегодня, министра сейчас об отставках. Но вот эта власть из власти просто так не уйдет. Вот Яценюк, сегодня цитирует его интервью журналу «Новое время», и он сказал, что подать в отставку было бы сейчас предательством страны. В апреле он говорил, что он мощно держит курс реформ в Украине в своих руках. Да, то есть Яценюк, его он точно не уйдет. Его, наверное, будут снимать оттуда, просто не пускать в кабин, а он не уйдет в отставку. Вот кадровые изменения сегодня, все-таки кадры и кто будет менять отставка министра экологии Игоря Шевченко. Уволили, да? Понятно, что это, наверное, проигрыш Юлии Тимошенко, или как? Или кто выиграл? Давайте сначала посудим то, что сказал Арсений Петрович. Но само заявление очень даже смешно выглядит. И я опять уйду, чтобы опять вернуться. На самом деле, как известно мне, он даже Авакову говорил, или ты уходи, или я уйду. Понятно, это игры, и никто сейчас уходить не будет. Я прогнозирую, что где-то до местных выборов точно Яценюк останется при должности, потому что если он уйдет, значит распадется коалиция, надо полностью систему менять. Он просто пугает. Это давка на то, что не приняли нужное ему решение, значит я запугаю, и у вас будет еще хуже. Касательно министра экологии, этот вопрос давно уже обсуждался. Данный человек по кутии Тимошенко был. Мне кажется, это просто, опять же, проиграла Тимошенко в случае того, что там договорняк по какому-то вопросу не вышел. И решили вот и запугать, что если ты дальше будешь так действовать, то все твои планы... Тимошенко, кто фактически использовал отставку в дискуссию, вот скандал этот с Шевченко, для того, чтобы обвинить правительство в коррупции. И сам Игорь Шевченко слишком много неприятных вещей в адрес Кабмина сказал. В том числе последнее, что вчера было, это, что Яценюк лоббировал назначение людей Януковича в Министерстве экологии. Это выдумка или это... В чью пользу этот удар? Тимошенко это-то, наверное, явно не проиграла? Не следует забывать, что Тимошенко довольно умная женщина, и она знает, как с любого проигрыша сделать выигрыш. Эта тема еще очень долго будет обсуждаться. И, конечно, запуск такой вот информации, что Шевченко начала критиковать Иценюка и рассказывать о коррупции, это не случайно, это еще будет продолжаться. Если вспомните о самом Арсении Петровиче, то кажется, что он только ни одного человека продвинул нужные круга. Даже он в свое время называл себя, можно сказать, учеником Азаров. Понятно, что у него контакты с властью Януковича остались. То есть это не беспочвенные обвинения Шевченко. А вот, говоря о других назначениях, которые, в общем-то, более символичны с точки зрения украинской политики, как раз прошлая власть, нынешняя власть, чем они отличаются, чем не отличаются. Назначили сегодня Василия Грицака, главой СБУ. То есть назначение, впрочем, было довольно прогнозируемое. Но, что интересно и символично в этой ситуации, за назначение Василия Грицака проголосовало 340 депутатов. То есть голосовали не только почти вся коалиция, но и оппозиционный блок. Насколько я знаю, что против высказывался Егор Соболев, представитель фракции «Самопомич». И сегодня в СМИ появилось немало материалов, утверждений, которые указывали на то, что с точки зрения коррупции не все так просто в жизни Василия Грицака. Но, тем не менее, 340 депутатов проголосовали, конституционное большинство, редко какое решение набирает столько голосов. Что это? Это просто появился новый директор парламента от Петра Порошенко, от президента Петра Порошенко. Или это вот, я не знаю, как это можно назвать. Или порешали, со всеми фракциями, депутатами договорились. Что это? Это возвращение к президентской республике де-факто? Если говорить об этом вопросе, конечно, больше склоняюсь к мысли о том, что это назначение от президента идет. Что таким образом президент, наставника своего парламента, можно сказать, оставил, чтобы контролировать ситуацию, которая там происходит, и больше людей принимало нужных ему решений. И это все ведет к тому, что мы будем видеть не децентрализацию, как это хотелось, а централизацию, что даже мешательство президента идет законодательно, ведь власти и такие процессы будут продолжаться. То есть усиление президентской власти, что мы видели из-за правления Виктора Януковича. Ну вот в данном случае назначение Грицака, да? То есть декларируются ценности, люстрация, там с мусорниками бегали, люди в масках честные скрывали свои лица. Антикоррупционный комитет создали, проверка такая, всех там, чуть ли не всех, кто поработали во времена Януковича, там, и те, кто с Советского Союза, еще вряд ли кто уже остался с тех времен. Но тем не менее, вот 340 голосов, небывалый результат, при том, что у человека понятно, что являются, есть жена, у нее успешная бизнес-женщина, машины там, два земельных участка и так далее. Вот что это может быть вообще, как это расценивать? Это поражение, поражение дело о коррупции, это президента неправильно информировали, недоинформировали, и вообще 340 голосов. Не всякий законопроект набирает, очень редко какое решение такое конституционное большинство получает. Но очень часто действует таким принципом, что ты проголосуешь за то, что я предлагаю, а мы проголосуем за то, что тебе нужно. И, наверное, именно в этой ситуации все так и произошло. Так же силовое давление президент мог применить. Просто так что-то не происходит. И в данном случае тем более. Касательно этой персоны, но не совсем, грецак, чистый. Даже если посмотреть декларацию о прибыли, то далеко не бедный человек. Но посмотрим, как историк за образованием СВО реформирует, что новое будет. Даже если смотреть по иллюстрации, это было пустое слово раньше и сейчас. Раньше мы использовали там мусорники, чтобы показать вот народный метод иллюстрации. Я не использовал. А народ, давайте не будем расписываться за народ. Майданцыны вся Украина. Это лозунг был такой, лукавый лозунг. Тот, кто его использовал, получил то, что мы сейчас пожинаем. Нельзя лукавить и лицемерить, и за народ весь расписываться. То есть вот, может быть, возникает вопрос, почему Купри не голосовал, да, Виталий Купри, не фракционный, еще 30 депутатов воздержались. То есть против проголосовал Куприй. 30 депутатов воздержались, в том числе вся фракция самопомощь. Ценность Василия Грицака для укрепления политических позиций, властных позиций Петра Порошенко, я думаю, в принципе, понятно. Очень хороший исполнитель, без политических амбиций. Но вот все-таки, что случилось с большинством парламентским, с большинством Майдана? Вот так вот, символ. 340 депутатов за назначение Грицака. Для начала, если говорить символ Майдана, надо уточнить, или все 340 депутатов, которые в нынешнем СССР... Ну ладно, оппозиционный блок, пускай там разные бывшие оригиналы, 50 отбросим. Но все равно 300 голосов почти. Но большинство идут с предыдущей власти. Не надо думать, что даже 300 голосов – это новые политики. Там единицы пришли с Майдана, которые были журналистами и активистами, и то они там испортились. Ушли там блок Петра Порошенко или другие партии и приняли партийную риторику. И это не значит, что там 300, если проголосовали, значит, правильное решение приняли. Я же говорю, что это больше склоняется к мнению, что какой-то договорняк был, опять же, усиление президентской власти. Это не значит, что хорошо. Мы будем судить хорошо, когда реальные реформы пройдут. А то, что изменения почти каждые полгода происходят, это нехорошо, что одного человека меняем на другого. Вот, кстати, свежая новость. Депутаты фракции радикальной партии «Самопомич» вечером оставили зал заседаний Верховной Рады в знак протеста против принятия поправок закону о прокуратуре. При этом лидеры этих политсил с трибуны заявили, мы фракции радикальной партии в знак протеста покидаем зал парламенту. Мы считаем, что то, что сейчас произошло, это профанация борьбы с коррупцией. Реальной борьбы с коррупцией не было и нет. Это ручное управление антикоррупционным бюро. И вот дальше лидер фракции «Самопович» Олег Березюк сказал, многоуважаемый господин председатель, к большому сожалению, к величайшему сожалению, вы только что обманули фракцию «Самопомич». И многоуважаемая Юлия Владимировна, Юрий Витальевич, Юрий Витальевич – это Луценко, лидер фракции блока Петра Порошенко. Поздравляем вас с антикоррупционным законом. Он работает на Украину, на вас. Потому как вы и являетесь Украиной, дорогие коллеги. То есть не без иронии. То есть сегодня снова, получается, продавили уже второй случай, продавили каким-то образом еще одно решение. Вот, кстати, по поводу того продавили. Валентин Наливайченко заявил, что во фракции блока Петра Порошенко появился смотрящий, как во времена Януковича. Не знаю, на кого он намекал, но тем не менее, вот, как бы, такое заявление есть. Так вот, получается, что снова второй пример того, что на самом деле появился директор, как минимум, блока Петра Порошенко фракции, либо парламент, парламентской коалиции. К чему это может привести? Закон о местных выборах примут? Предыдущие спикеры верно сказали о том, что реально это какая-то дамка идет, что мы назначаем своих, когда нам нужно. Даже та самая Тимошенко могла согласиться с этим законом, если бы там не просили какое-то другое дело. То есть это, опять же, договорняк, и правильно даже Егор Особолев сказал, что это ни к чему хорошим не приведет, что не может человека, который замешан даже в коррупционных делах, возглавляйте СБУ. То есть выходит человек, который должен бороться за национальную безопасность, оборону Украины, будет это не совсем демократическим способом делать, а президент и дальше будет показывать, кого нужно. Он нагнет, продавит то, что им нужно. А касательно местных выборов, если даже такие вот законы мы принимаем как-нибудь что-нибудь, то и закон о местных выборах тоже примут такой, какой им нужен. Закон о местных выборах, законопроект, который внесен был президентом в парламент. Насколько я понимаю, мы не разу же этой темы касались, то есть вообще немецкая модель, как говорят, взята за основу немецкая модель. Это несколько попахивает мошенничеством, потому что все-таки в итоге побеждают партии наиболее раскрученные, наиболее рейтинговыми с точки зрения результатов опросов общественного мнения. Вот не получается ли так, что с помощью тоже как бы президент укрепляет свою власть с помощью этого закона о местных выборах? И удастся ли этот закон именно в таком виде его принять? Я читал в других источниках, то вообще пишут, что это копированный вариант российского законодательства и не какой-то немецкий вариант. На самом деле с этим законом очень много разных махинаций связано. Понятное дело, что вернутся к власти те самые большие партии, что и до того были, а выборы это просто показуха, опять же имитация, что мы что-то делаем, потому что если не провести местный выбор, как хочет общественность, то покажут, что президент против изменений. И это же опять какой-то точечный пункт новых решений, чтобы проголосовали на местных выборах. Вот мы что-то сделали, мы такие молодцы, проголосуйте за нас. То есть, скорее всего, наверное, президент выгодный для себя. Выгоден он прежде всего кому? 18% кажется по опросам, да? Блок Петра Порошенко. Это опросы май, начало июня. Все-таки, наверное, если Грицака назначили, вопреки возмущениям части коалиции с прокуратурой, этот казус случился в знак протеста, покинули зал две фракции. Вот, говоря сегодня, кстати, еще в парламенте пока нет информации, что рассматривался закон о выборах. Но сегодня президент уже внес в парламент официально проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины. В СМИ было отмечено со ссылкой на администрацию президента, что президент внес туда лишь незначительные правки в тот вариант, который был Конституционной комиссией ему передан. И эти правки, которые были внесены, они в прокинсайовых положениях, то есть в конечных положениях технического плана, чтобы обеспечить непрерывность функционирования власти. Вместе с тем, законопроект внесения изменений в Конституцию, он тоже подвергается очень большой критике. Вот Оксана Сераид из фракции «Самопомощь». Прошу вас сейчас вывести на экран. Интересная, очень жесткая, критическая позиция по поводу нынешнего законопроекта. Она говорит о том, что проект изменений в Конституцию писали таким образом, что после двух заседаний Конституционной комиссии более месяца комиссия, рабочая группа не собиралась. А предложенный текст был подготовлен секретариатом группы. При этом кто формировал этот секретариат и кто были члены этого секретариата, неизвестно. Оксана Сераид допускает, что такая таинственность в подготовке была обусловлена содержанием предложенных идей. И вот она обвиняет президента или его окружение, не знаю как будет точно, в том, что происходит не децентрализация власти вот этим законопроектом, а как она говорит доцентрализация власти и на самом деле, по ее мнению, увеличиваются полномочия президента. Вот критика касается то, что президент может упразднять решения префектов или местных органов власти, если их в сепаратизме заподозрят, то есть по каким-то законам они будут подпадать под угрозу территориальной целостности государства. При этом сама же Сераида отмечает, что в условиях вот этого нынешнего военного времени, непростого политического времени, то это можно мало кого в чем обвинить и потом запретить и распустить неугодных. Вот как вы думаете, насколько это справедливо вообще? Действительно ли децентрализация? Или все-таки, а вот, кстати, Оксана Сераид говорит, что если бы были такие полномочия у президента Януковича во времена Майдана, то он абсолютно конституционным способом прекратил бы полномочия местных органов власти, которые поддержали Майдан и спокойно назначил бы своих уполномоченных на срок до одного года руководить, допустим, областями, районами, городами Западной Украины? Так вот, насколько это действительно серьезно или это надуманные обвинения, опасения? Я с позиции Оксаны Сераид на 100% согласна. Она, наверное, сказала, что это децентрализация происходит. То есть то, что за правление Януковича мы еще, власть вернее, не взяла в свои руки, за правление Порошенко это продолжается. Просто непонятно один вопрос, ради чего люди гибнут и на Майдане гибли, и сейчас на Востоке. Если мы не идем к развитию как демократическое государство, а наоборот, все больше власти находятся в одних руках. Фактически клан Рошенляндия, так условно говоря, группа Порошенко и его окружение захватила власть и делает все, что возможно, чтобы дольше удержаться при ней. И будут правильные законы принимать, несмотря на протесты некоторых депутатов и назначать, кого выгодно, и выборы проводить местные, такие, как им нужно. То есть все это не в лучшую сторону делается. И даже если они там некоторое время что-то типа положительного сделали, чтобы народ не бунтовал, но все равно рано или поздно все завершится. Народ не будет вечно опять жить в сказке, верить, что у нас там экономическое процветание, мы пришли в Европу. На самом деле это просто вранье и открытое вранье, и все это прекрасно понимают, но стараются как-то что-то убедительно сказать, чтобы еще продержаться при власти. Потому что власть это по сути бизнес и ради этого политики туда, кто возвращался, кто заново и шел. Вот, кстати, о том, что происходит все-таки некоторое укрепление позиции президента и, будем так говорить, упорядочение власти в стране, да? Вот интересное сегодня заявление сделал президент, находясь во Львове во время встречи с правоохранителями западной Украины. Он высказался за то, сказал, что попросит Верховную Раду запретить ношение балаклав в мирных местах. Вот, в принципе, можем сейчас продемонстрировать. Сейчас, извините. Бандитско-терористичная нечесть прагне поступ... Да сейчас. ...повероз повстися по всей стране. Злочинцы послабляют пильность правоохранителей, переодягиваясь в камуфляж и с эмблемами разных батальонов, которые берут участие в антитерористичной операции и наносят пидли и подступные удары. Шахраи входят в доверие к гражданам, сообщая, что они, как будто, где-то воевали. Массовое расширение набили особенно тяжкие и тяжкие злочины против основной национальной безопасности. Тероризм, убийства, захопление заручников, выкрадание людей, право порушения в військовой сфере. Загрозливых масштабов набор злочин, которые совершаются особами в масках. Наголошу. Злочины в балаклавах сьогодні взросли в 2,5 раза. И мною будет внесено подание, что перебувание в балаклавах посередине мирного места неприпустимо. Ну вот как бы все четко понятно. Насколько помните во время Майдана 16 января 2014 года еще тот парламент, вбытность президентом Виктора Януковича принял ряд законов, которые в том числе запрещали ношение балаклав. Турчинов назвал... Вот я напомню, напомню, что значат эти законы и как их показывали тогда. Вы видите, пожалуйста. Штраф або до 2-х роков обмеження воли. За экстремистскую деятельность, заклики до повалення влади, захопление держустанов, штраф або увязнення до 3-х роков, участь у масовых заходах у масках, шоломах через использование меньших засобов маскувания штрафа, або админарешт до 15 дней за рух колонной из больше, чем 5 автобусов. Ну вот так основное. Мы услышали. То есть что получается? Турчинов, кстати, когда избрался в новый состав парламента, перед тем, как в РНБУ перешел, он сказал, что диктаторские законы – это позор. И тут вдруг что происходит? Президент, акции протеста, вот как бы в 2-3 дня, несколько событий. Новый глава СБУ. Сегодня президент говорит, что будет просить парламент запретить использование балаклав. Киевсовет запретил своим общественным формированием города во время патрулирования охраны общественного порядка на территории Киева носить маски. Сегодня за это проголосовало 75 депутатов Киевсовета при минимальных необходимых 61. То есть получается, что киевская власть синхронно с президентом сделала определенные действия. А говоря, почему я специально вывел как раз экстремизм и так далее, что происходит? Завтра в Украине, в Киеве, в 19.00 анонсирован на завтра марш Святослава. И там как раз по некоторой информации, пока не подтвержденной, будут проходить как раз люди в камуфляже и в масках. Вот связано ли заявление президента с таким маршем, который ожидают там, резким маршем, в котором, в общем-то, говорится, мы требуем от режима Порошенко, уже просто так. Не дипломатично, а просто прямо, да? Вот связано ли это все с определенными опасениями, что правые силы могут устроить какие-то беспорядки? Для начала стоит отметить, что все законы, которые применялись и предлагались во времена Виктора Януковича, это плохо. Борьба с преступной властью, а если за время правительства Петра Порошенко они применяются, это хорошо. То есть раньше все делалось для того, чтобы побыстрее Януковича и его людей убрать с политики и самому прийти, что мы сейчас видим. Так теперь эти законы, то они были преступные, теперь демократические. По сути, Порошенко, стоит напомнить, он из основательной партии регионов, также был министром экономики во времена Виктора Януковича. То есть выходит, что он убрал Виктора Януковича, но пришел сам продолжать свою политику. Ну хорошо, вот есть определенные опасения, что вот завтра могут быть какие-то, как вы прогнозируете, столкновения, потасовки. Вот придут, ну придут они, правый сектор, допустим, или просто националисты люди, да, они из правого сектора. Вот придут по зову души. Это и гражданская политическая позиция, и они пришли ее выразить. Но они пришли выразить ее, одетые в черную униформу или в другого цвета униформу и в масках. И что будет делать власть? Будет ли потасовка? Ваши прогнозы. Это было специально сделано, а все знали, когда этот марш будет проходить и какое, ну можно сказать, решение надо принять по этому вопросу. Поэтому я не считаю, что это как-то случайно. И даже что Кличко в Киевсовете намекнул аккуратно депутатам, что проголосуйте за этот закон. Все понятно, что это и договор это раз. А во-вторых, Порошенко же знает, что конкретно завтра правый сектор будет там присутствовать. А давайте вспомним, что у Порошенко и с также Коломойским, которые имеют отношение к правому сектору, не совсем дружеские отношения. И это некоторая борьба, что вот ты со мной там не согласился в одном вопросе, значит я тебе устрою. Надо было раньше запретить эти балаклавы. Просто возникает вопрос, почему сейчас, почему не раньше было это сделано. Это специально будет делаться конкретным событием и то, что если нужно провокация, они устроят и будет такой результат, который нужен. Есть ли у президента Порошенко необходимый силовой ресурс для того, чтобы, ну в случае чего, удержать ситуацию под контролем? Безусловно, это же не зря он назначил нового руководителя СБУ. Также в нашей стране президент, по сути, это глава всего, что только можно. Он вмешивается в деятельности разных ветвей власти, дает им указания. И если ему понадобится и этот вопрос решите, безусловно, и сила будет использовать, информационные ресурсы, все, что только можно, ради того, чтобы показать, что вот правый сектор это минус или другие там правые силы, которые в Украине присутствуют. Ну что ж, посмотрим, уже недолго осталось, менее суток до анонсированного марша. Возможно, это просто политический такой, ну чисто пиаровский ход накануне выборов, да, рассчитанный на определенную электоральную группу, на сторонников правого радикального действия, я бы так сказал, дипломатично. Возможно, это действительно серьезная угроза, но тут еще вопрос, а любой командир, даже командир взвода не может проконтролировать всех. Что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. С нетерпением ожидаем, чем закончится эпопея с протестом радикальной партии и самопомощи во время сегодняшнего парламентского заседания. И что же таки будет с законом о местных выборах и изменениями в Конституцию. Будут ли они сегодня это обсуждать все, будут ли принимать какие-то решения по данным законопроектам и будут ли они ночью принимать или когда. То есть может получиться так, что законом о местных выборах будет принят, наверное, глубоко ночью, а то или под утро, как бюджет, потому что довольно сложный вопрос. Спасибо большое, дорогие зрители, что смотрели нас. Спасибо большое нашей гости, Наталье Белоус, политолог. Будем надеяться на лучшее. И оно обязательно, это лучшее настанет. Мир вам. И вы сможете смотреть программы «Политический вечер» и «Война и мир» ежедневно на официальном сайте 17 канала. По пятницам программа «Версии» с Алексеем Кутеповым. Спасибо большое. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»